Добрый вечер всем! Мы люди пунктуальные, поэтому 6 часов вечера, вторник, значит у нас эфир, на котором мы, как я всегда люблю говорить, обсуждаем, разбираем что-то очень важное и полезное при инвестировании на фондовом рынке. Кстати, не только на фондовом рынке, но и вообще различные направления, связанные с вложением денежных средств. Напомню, что у нас есть телеграм-канал «Газпромбанк инвестиций», если кто-то слушает, но не подписан, обязательно подписывайтесь. У нас выходят очень интересные обзоры для начинающих инвесторов, связанные с тематическими постами, например, акций, облигаций, купоны, был недавно и так далее. Ну и для людей, которые уже активно участвуют в жизни фонда рынка, активно инвестируют, мы делаем большие глубокие обзоры различных российских и иностранных имидентов, которые помогают вам, надеюсь, принимать свешенные инвестиционные решения. Ну что, я думаю... Слушатели, добрый вечер. Да, сегодня у нас такое интересное мероприятие. Мы поговорим о рынке с человеком, который на нем торгует, инвестирует и работает очень давно. Собственно, с Дмитрием Черемушкиным. Это автор телеграм-канала. Дим, поправляй меня сразу, если я где-то неправильно скажу. Уолл-стрит-про, правильно? Все верно, все верно. И клуб людей, которые пытаются спекулировать на фондовом рынке, Кселиус. Ты мой давний скепсис по поводу трейдинга знаешь, поэтому прости мне эту шутку. Я понимаю, что среди ваших клиентов есть много людей, которые успешно это делают, и это здорово. Я могу только от себя добавить, что, так как я тоже Диму давно знаю, что не только спекулирует, но и есть различные обучающие программы для тех, кто инвестирует в том числе. Да, Дим, добрый вечер. Спасибо тебе огромное, что нашел время и пришел. Спасибо вам, что позвали. Давно уже за вами слежу. Думаю, когда уж позовете. И вот я, наконец, здесь. Надеюсь, буду полезен. Да, Дим, если я позволю, немножко попрошу тебя начать вот с чего. У тебя прошел такой достаточно большой сдвиг от такого прям интродэй скальпинга к достаточно такому консервативному, долгосрочному инвестиционному портфелю, который, я как понимаю, ты в целях инвестирования личных средств используешь в последние уже много лет. Вот, может, немножко буквально для наших слушателей рассказать, как твой взгляд, может быть, на фондовый рынок менялся буквально кратко, почему ты пришел к инвестированию, как к инструменту, собственно, долгосрочного накопления капитала. Потому что я думаю, что не все среди наших слушателей знакомы с тобой и с каналом, хотя я рекомендую подписаться. Действительно, я сам иногда смотрю разбор новостей и какие-то отдельные видеоролики. Мне кажется, это очень хороший контент. Все, что на Wall Street Pro выходит, в принципе, очень нравится. Да, Дим, хорошо, сейчас расскажу. Действительно, я такой же мастодонт, давно живу на рынке. И, наверное, кто хотя бы, не знаю, годы три, наверное, четыре сейчас работает с московской биржей, ну, по-любому со мной встречался где-то. Точно в рекомендованных видео я попадался. То есть, такой же старожил. И начинал, действительно, в 2006 году. Это достаточно уже давно было, 15 лет назад. И тогда, честно говоря, никаких инвестиций в том понимании, которое сейчас мы с вами видим, не было. То есть, на фондовый рынок приходили ради одного. Скальпернуть, спекульнуть, быстро забрать деньги и уйти. Вспоминаем, да, Россия начала 2000-х, там никто ни во что не верит, все пытаются быстрее денег заработать и так далее. Поэтому в 2006 году, когда я пришел, не было вообще никаких разговоров, никаких книг по инвестициям, по сути. Все говорилось о том, что нужно быстро заработать и побыстрее отсюда свалить. Да, с этого рынка успеть. Соответственно, конечно, я не мог стать кем-то другим, кроме как, там, трейдером внутри дня. И я им стал. И я достаточно долго так торговал. И все пришло к тому, что, ну, что зрители наши, как раз сейчас, наверное, кто-то впервые со мной знакомится. В 2008 году я занял третье место в конкурсе «Лучший частный инвестор». Я там заработал 1200%. То есть, по сути, в 12 раз увеличил свой торговый счет. Ну, чтобы вы понимали, что я не просто говорил, что я торговал, да. То есть, есть вот оригалии от Московской биржи. Потом в 2012 году, вот у меня даже на стене висит, сейчас смотрю, сертификат биржевой турнир, второе место Дмитрия Черемушкина, это Московская биржа уже. То есть, там, МВБ РТС тогда объединенный уже был. Тоже второе место занялся среди уже топовых трейдеров, скальперов, которые пригласили на этот конкурс. То есть, я на этом, на самом деле, заработал неплохой капитал. И в какой-то момент я просто устал, я перегорел. То есть, это сложно. На самом деле, это очень сложно каждый день торговать. Постоянно рынки-то туда-то и сюда. То есть, вы постоянно как будто работаете с каким-то психопатом. То есть, рынок – это как неуравновешенный шизофреник. И тебе каждый день надо приходить на рынок и угадывать следующее действие этого неуравновешенного шизофреника. Вот, угадал, получил денежки, да, не угадал, отдал эти денежки этому шизофренику. И работать в таком состоянии можно какое-то количество лет. То есть, если ты, конечно, толстокожий, можно дольше. Если ты там слишком, как правильно рассказать, так, чтобы не обидеть, ну, такой творческий, такой легко. Знаете, если комментарии тебе пишут, что ты там негодяй, ты сразу обижаешься там, да, на троллей сразу начинаешь кидаться, то трейдинг на тебе, конечно, камень на камень не оставит. Ну, и в какой-то момент я просто устал, выгорел. Можно и так, наверное, сказать, да и к тому моменту уже какой-то капитал был, и я пришел в голову, что может быть, пора бы этот капитал как-то куда-то проинвестировать и получать с него доход пассивный. Но, чтобы вы понимали, это когда мысль пришла, это был, наверное, год 13-й, 14-й. Опять же, про инвестиции в фондовый рынок России никакой, ну, никто не говорил, никто ничего не делал. Там, может, какие-то отдельные личности, это, и то, наверное, это маргиналы можно было их назвать. То есть, кому придет в голову в 2012-2013 году, допустим, инвестировать долгосрок в Россию. То есть, все равно еще стереотип о том, что в России это только краткосрок, и надо быстренько забирать прибыль, пока не забрали у тебя ее. Ну, и второй момент. Не забывайте, что в те годы дивиденды, тогда не было на самом деле хорошего закона в России про выплаты дивидендов. Там были не раз случаи, когда дивиденды объявлялись постфактум. Там начинающие сейчас инвесторы, которые к нам присоединяются, даже не понимали, что до 2015-го года ты такой находишься в акции, а выходит пресс-релиз какого-нибудь ГМК на релиз Коуникеля, и тебе говорят, что дивиденд, оказывается, дивоотечка была там, не знаю, вчера или позавчера. Ты такой, что, как такое может быть? То есть, ну, до 2000, я так бы сказал. Для меня, по крайней мере, до 2015-го года инвестиции в российский фондовый рынок, это был такой немножко как дикий запад. Дикий-дикий запад там, и дикие нравы были у всех. То есть, дивиденды платили, когда хотят, когда не хотят, не платили. То есть, деньги из крупных компаний выводили путем займов. То есть, вывод, скажем так, цивилизованный через дивиденды, его не было как такого. Ну, он у каких-то компаний появлялся, но в целом выводили через займы, через какие-то еще что-то штуки. Конечно, тогда диковато все это было. И только вот с 2015-го года, наверное, 2014-2015, начало налаживаться все. И с каждым годом все лучше и лучше становилось. Поэтому я все больше и больше денег все инвестировал. В какой-то момент я продал уже все свои даже инвестиционные квартиры, которые были на тот момент, и полностью вложил фондовый рынок. Вот такая краткая история, наверное, без деталей. Спасибо большое, Дим. Тогда, если позволишь, вкратце напиши вот по состоянию на текущий день. Какая у тебя система принятия инвестиционных решений? На что ты смотришь? На какие параметры ты обращаешь больше внимания? Может быть, у тебя есть какой-то временной горизонт, на который ты рассчитываешь именно для того, чтобы эти идеи там реализовались? Чуть больше о текущем подходе, а может быть, о диверсификации страновой или внутри страновой. Да, ну смотри, смотри, чтобы говорить, вообще следует ли, там, мои стратегии вообще как-то рассматривать или нет. Последние годы, вот я наведу полную статистику своих портфелей с 2018 года, потому что до этого только в Excel-ке вел, а с 2018 уже появились нормальные системы, где можно отслеживать и сравнивать с индексом, да, в моем портфеле. По крайней мере, в России появились такие, в Америке давно уже были. А с 2018 года у меня не было еще ни одного года, когда я бы индекс не обгонял в московской бирже, по крайней мере, да, то есть индекс Мосбиржи я обгоняю с 2018, 2019, 2020 и 2021 год. То есть четыре года уже подряд. Что касается там S&P, я его не обгонял в прошлом году, потому что техи росли очень сильно, да, там всякие гуглы, всякие более мелкие IT-компании, у меня их просто мало в портфеле, поэтому не обгонял. А вот в этом году уже S&P обгоняю, поскольку у меня техи не так сильно росли в этом году, как в прошлом. То есть, в принципе, система достаточно, как мне кажется, вполне логичная, хорошая и, может быть, не сильно уступает индексу. То есть к вопросу, может лучше в индекс инвестировать или самому отбирать бумаги. Ну вот я сам отбираю бумаги, хотя пассивные инвестиции я, у меня тоже есть портфель пассивных инвестиций. Так вот, в чем заключается? Я, на самом деле, так, оно сформировало само по себе. И, наверное, сейчас ближе подходит, если кто знает, есть такой норвежский фонд инвестиционный, они берут свои нефтяные сверхдоходы, туда откладывают и инвестируют глобально по всему миру, и в российские компании норвежский фонд инвестирует, и австралийский, американский, естественно. То есть, наверное, мой фонд, хотелось сказать, мой фонд, но мой стиль инвестиционный, наверное, уже ближе подходит к норвежскому суверенному фонду, когда сейчас в портфеле в моем более, наверное, 80, а может, уже под 90 компаний. И эти компании со всего мира, да, это не только там российских, там, не знаю, в России сейчас 25 компаний, которые я инвестирую. Там это и Сингапур, да, это и Канада, это и Америка, естественно, там, больше всего. Это и там Европа, континентальная Великобритания и так далее. То есть, и Китайские, естественно, компании. То есть, огромное количество компаний, но что их всех объединяет? Их все объединяет первое, да, что этой компании желательно, чтобы они платили дивиденды. То есть, я стараюсь покупать компании дивидендные. Ну, опять же, там разные дивиденды бывают, где-то 3%, где-то 5%, где-то 10% даже. Но прежде всего я хочу, чтобы хоть какой-то денежный поток шел. Потому что, опять же, инвестиции достаточно крупные, и за счет того, что инвестиции крупные, даже небольшие, вроде там 3%, 4% доходности, когда они эти маленькие ручейки сливаются в единую реку, получается, что на этот уже дивидендный доход можно в принципе неплохо жить. То есть, на текущий момент эти денежные потоки уже давно перекрывают все мои расходы. Я, правда, их не вывожу, но я так предположил, что если я завтра захочу закрыть все свои YouTube-каналы и вообще перестать заниматься какой-то деятельностью, связанной с бизнесом, все, да, то есть, я могу уже на пенсию отправиться. Знаете, сейчас всех про... У меня как раз 35, там есть такой канал в Телеграме, на пенсию 35. Вот теория уже несколько лет назад мог туда отправиться, да, на эту самую пенсию. То есть, все объединяется вокруг того, чтобы компания генерировала денежный поток не только внутри себя, да, но и чтобы она акционерам выдавала. И только вот, наверное, в последние там полтора года появляются у меня отдельные портфели, инвестированные в компания, которые уже не платят дивиденды. То есть, это такое, знаете, уже... То есть, ты когда насытился, когда у тебя понимаешь, что денежный поток, кэшфлоу уже хороший, теперь можно уже начать инвестировать в компании, которые не дают тебе дивидендов, но которые в будущем, может быть, сделают, как нынче, можно говорить, иксы, например, да. Поэтому, допустим, сейчас вот я последние недели распродавал в России все свои компании, которые не выплачивают дивиденды, оставил только дивидендные компании, все. Вот примеры так общие пока обобщить, вот во что я вкладываю. Спасибо большое. А вот с точки зрения, допустим, дивидендной доходности, да, ну понятно, что в разных валютах она там разная, да, и рассчитывать на нее было бы странно, что она будет одинаково номинированная в разных валютах, все-таки инфляция и курсы и все вот это, оно, конечно, влияет на ожидание дивидендной доходности. Но в целом, ты просто смотришь на дивидендный поток компаний, покупаешь как бы в расчете на то, что перспективы будут сохраняться, или ты делаешь анализ там по долгам, по будущим прибылям, по выручке, то есть как ты выбираешь вот эту конкретную компанию, которая, твоему мнению, будет составлять там весомый вклад в дивидендную часть твоего портфеля? Ну, конечно, 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 это моя работа, да, то есть моя профессия сейчас, это по сути аналитика, то есть одна из частей работы – это анализ компаний. Мы примерно покрываем, не знаю, около 120-150 компаний ежеквартально, мы делаем, разбираем отчеты, выкладываем, да, на своем сайте. Поэтому я все эти компании прекрасно понимаю, я вижу и долги, я вижу динамику, я вижу и дивидендную историю, и вижу, что как менеджмент ведет себя в случае каких-то дивидендных, там идет, например, проблема в 20-м году, когда многие компании срезали дивиденды. От этих срезаний, ну, я не знаю, процентов, наверное, на 5 было, если бы, ну, если бы другие компании не увеличивали дивиденды, то срезанные дивиденды там у того же Shell, который там на 70% срезал, там BP срезал там на 50% дивиденды, это какие-то еще отдельные компании, российские компании срезали дивиденды. На самом деле не так сильно пострадал мой портфель. Да, то есть, как раз в этом-то и правда, что российские компании циклищены прямо режут дивиденды под корень. Вот в этом-то и проблема. Поэтому я стараюсь максимально диверсифицироваться. Самый лучший, да, самый лучший. У нас это американские компании дивиденды, потому что там стараются не срезать до последнего. Может, это и плохо, допустим, Андрей может сказать, что это неправильно. То есть, если компании плохо, и у него не хватает денег на дивиденды, надо, наверное, их срезать. Вот. В Америке просто немножко культура другая, то, что на дивиденды там живет очень много людей. Вот. Поэтому я, конечно, всегда анализирую, что это за компания, будет ли она платить дивиденды в случае, если начнется крах, кризис и так далее. Потому что как раз когда нужны тебе деньги, чтобы покупать компании, да, когда у нас рынок упал, и тебе нужен кэш, чтобы эти компании купить. Вот сейчас, допустим, в России рекордные дивиденды объявили. Там у меня приложение есть, не буду называть, какой конкретно брокер, но там они прямо пишут, сколько дивидендов тебе придет, исходя из того, какого количества акций у тебя есть в портфеле. Вот у меня, допустим, уже на январь, там на феврале я вижу грандиозный приход денежных средств, который можно будет в случае чего, если рынки вдруг сейчас начнут серьезно падать, на эти деньги можно уже покупать акции. То есть вот еще важная часть дивидендного портфеля, что ты можешь этот кэш тут же реинвестировать в новые компании. Вот и все. Надеюсь, ответил на вопрос. Хотя, может... Да, точный вопрос. Вот для начинающего, например, инвестора. На какие именно показатели, вот может быть, некий топ-5 ты смотришь, чтобы оценить компанию? Прежде чем, Дим, ты начнешь отвечать, я хочу напомнить, что вопросы Дмитрию можно задать в комментариях к нашему последнему посту в нашем телеграм-канале. Я уже вижу там три, соответственно, вопроса. Ждем еще. И с них, собственно, будем тоже продолжать дискуссию. Где-то 18-30 мы начнем на них отвечать, поэтому не стесняйтесь, задавайте. Мне кажется, гость очень интересный и вопросов ему задать можно очень-очень много. Дадим. На топ-5 твоих показателей. Топ-5 показателей. Ну, не знаю, топ-5. Я сейчас, наверное, прикину, что вообще я смотрю. Смотрите, прежде чем вообще в любую компанию вложить деньги, я же там не слушаю аналитиков. Там аналитики кричат «покупай это», «покупай то», да? Но это надо всегда понимать, что, во-первых, что это за аналитик, да? Почему он говорит «покупай». Он сам вообще вложит в это деньги? Мы этого не знаем, да? Второе, он… Это может быть вообще не соответствует твоей стратегии. То есть, да, там кто-то говорит «покупай», там условно «Амазон», он вырастет. Вырастет, конечно, круто, а вдруг не вырастет. Что я в итоге получу? А если он пойдет вниз, мне к этому аналитику бежать, да, его там трясти и спрашивать, почему он не растет? То есть, я всегда, прежде чем что-то купить, сказал это аналитик, сам я что-то прочитал где-то. Я составляю Excel-таблицу. Вот прежде. И там есть некий набор базовых коэффициентов, данных, которые я вытаскиваю из реального отчета компании. Просто беру отчет и вытаскиваю эти данные. После чего составляю так называемый дашборд. Дашборд – это контрольная панель, где я динамику всех показателей вижу там за последние, условно говоря, пять лет. Это первое, что я делаю, да. Потом я уже смотрю, саму компанию читаю, новости по ней читаю, менеджмент читаю, конференц-звонки слушаю. То есть, достаточно такой длительный процесс отбора компании, прежде чем ее купить вообще в портфеле. Поэтому, как правило, если я ее купил, я уже о ней знаю многое, да. Значит, эти показатели, что, да, прежде всего, я буду смотреть, прежде чем купить компанию. Первое – это, конечно же, ну, опять же, надо понять, это дивидендная чистая история, это ростовая история, это или комбинированная история, это рост плюс дивиденды, или это просто рост без дивидендов. От этого зависит, на самом деле, и показатели, которые мы будем с вами смотреть. Но если усреднить, да, то есть, не делать какую-то спецификацию между там стратегиями, то, прежде всего, конечно, мы смотрим, я смотрю долговую нагрузку первая, да, то есть, долговая нагрузка. Потому что любой маломальский кризис, а тем более сейчас еще повышение ставок, при долговой нагрузке может серьезно сказаться на компании. Что за показатель долговой нагрузки я использую? Я использую показатель чистый долг к ебеда. Это такой сейчас стандартный утилитарный показатель, который используется в отрасли в целом, ну, как бы, среди всех аналитиков. Единственное, что долговые показатели чистый долг к ебеда нельзя использовать там в финансовой сфере, типа банков, да, то есть, банки не используют, есть показатели, какие других финансовых отдельных там, может, биржи не надо использовать. Но в целом, если компания сервисная или производственная, используем чисто долг к ебеда как один из таких ключевых показателей долговой нагрузки. Это первое. Второе мы смотрим, это динамику. Вообще, динамика в целом и выручки, и показатели ебеда, да, то есть, ебеда, я думаю, кто подписан на канал Газпромбанк инвестиций, думаю, знает, что такое, да, это операционная прибыль, по сути, плюс амортизация, то есть, ну, условно говоря, операционная прибыль. Давайте не будем пугать всех словами ужасными, типа ебеда или оебда, которые используются там в телекоммуникационном секторе. Возьмем просто, скажем, операционную прибыль, то есть, выручка, динамика выручка с годами, там, за пять лет, динамика выручки операционной прибыли, динамика чистой прибыли, при том, я хочу сразу заметить, что не просто чистой прибыли, которую вы найдете там в отчете МСФО. И, кстати говоря, на сайтах-агрегаторах тоже очень часто кривые цифры даются, а именно показатели скорректированной чистой прибыли и показатели скорректированной ебеды. То есть, если мы с вами Динамики в целом растут, они иногда могут снижаться в какие-то плохие годы, но динамика положительная в целом. Это очень хороший сигнал тому, что компания делает ставку на рост. То есть, первый смотрим долг. Если нас долг удовлетворяет, а что удовлетворяет долг? Как правило, я стараюсь не инвестировать в компании с чистым долгом Кибида больше, чем 3. Есть исключения, давайте, наверное, исключения сегодня не будем говорить, потому что это затянет наш сегодняшний разговор, но в целом, если мы видим до 3, эта компания попадет, скорее всего, в мой портфель. Редко можно найти компанию, у которой в числе долг Кибида меньше единицы. Как правило, это компании стремятся иметь такой низкий долг, если компании цикличные. Нефтяные компании, металлургические компании, угольные компании и так далее. Потому что цикличные компании с долгом выше 3, это опасная смесь, которая может взорваться в один прекрасный момент. То есть, еще раз, долг Кибида ниже 3. Смотрим динамику выручки, операционной прибыли, чистой прибыли, чтобы желательно они ежегодно, постепенно, пускай небольшими темпами, но росли. Теперь касаемо темпов. Нужно всегда понимать, сопоставлять. Если темпы высокие, темпы роста выручки высокие, то компания будет торговаться, как правило, по высоким мультипликаторам. Высокие мультипликаторы – это значит, что у вас, скорее всего, будет… Вы купите компанию дорого, с минимальными дивидендами, но с потенциалом, что потом она выручит. И здесь как раз-таки я делаю диверсификацию… Английское слово сегодня не подойдет. Я как раз в этот момент начинаю разделять. Окей, если высокие мультипликаторы, значит, маленькие дивиденды, значит, надо ждать в будущем, может быть, это принесет много денег. Либо прямо сейчас. Например, возьмем МТС какой-нибудь. Она стоит там 10 ПНЕ. Это низкий мультипликатор, но зато хорошие дивиденды тем даются. То есть, синица в руках здесь и сейчас. То есть, если ты выбираешь синицу в руках здесь и сейчас, либо журавль в небе, это типа Microsoft, это типа, что у нас еще такое, Яндекс и так далее, и так далее. Динамико. Следующий показатель – это маржинальность. То есть, маржинальность ЕБИДА. Немножко матерюсь в прямом эфире, но маржинальность ЕБИДА или маржинальность операционной прибыли очень важна. То есть, когда мы отбираем компании друг другом, то есть, что лучше, Ростелеком или МТС, что лучше, там, Северсталь или НЛМК. И даже при том, что у них примерно одинаковые показатели растут, то есть, да, там, выручка примерно будет одинаково расти, там, вот, там, свободный денежный поток будет расти, потому что сейчас, когда там сталь на своих исторических максимумах, то, что на НЛМК, что ММК, что Северсталь, то есть, они, ну, примерно одинаково зарабатывают в этих периодах. Кроме одного, надо понимать теперь маржинальность, насколько каждая компания из них эффективна. И вот здесь как раз-таки я начинаю смотреть ЕБИДА уже как маржинальность, то есть, это как процент операционной прибыли от выручки. Чем выше маржинальность по ЕБИДА, тем эффективнее компании, значит, плюсик ставим этой компании. Поэтому, условно, отбирая между НЛМК и Северсталью, ММК, я выберу Северсталь, потому что у него, там, за последний, там, год, там, берем обычно последние 12 месяцев, показатели, там, маржинальность, там, условно, 60%, а у НЛМК 50%, а у ММК 40%, да, то есть, вот, вот и все. То есть, мы начинаем смотреть уже эффективности к компании. Еще раз, да, обратно возвращаюсь. Долговая нагрузка, это первое, потому что, если долговая нагрузка очень высокая, компания просто может обанкротиться, уже про дивиденды можно забыть. А вторая, это динамика. Все ли хорошо, компания развивается или компания стагнирует? Потому что, если показатели не растут из года в год, она стагнирует, потом эта компания может также утонуть, потому что после стагнации начинается уже процесс брожения и ржавчина, и компания просто умирает. Тоже, от таких компаний лучше держаться подальше. Ну, так вот я сейчас сходу, там, то есть, эффективность, ну, я знаю, что Андрей смотрит, там, РОИ, да, РОА. Я сейчас обычно РОИ, 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 я смотрю только в показателях банковского сектора. Вот, если мы говорим про, там, банковский сектор, финансовый сектор, там мы не смотрим маржинальность по ЕБИ, да, там мы смотрим уже показатели РОИ, да, потому что там у них капитал главный. То есть, при банковском секторе РОИ прекрасно работает. И, там, показатели price to book, да, то есть, цена к балансовой стоимости. Вот, наверное, так, если прямо быстренько пробежаться, там, конечно, еще можно что-нибудь накидать, но это, наверное, для следующей дискуссии. Дима, спасибо большое. Слушай, в этой связи несколько вопросов, да, то есть, а как ты смотришь принципиально иначе на компании, которые должны дать тебе кратный рост? Или ты руководствуешься теми же показателями, просто сферы выбираешь, другие динамика по этих показателям требуется, как бы, иная? Ну, знаешь, там рост бывает, ну, по крайней мере, мне так кажется, рост бывает, там, два варианта роста у меня есть. Один рост, например, возьмем Сегежу, да, компанию Сегежа, и возьмем компанию Детский мир. То есть, эти компании, там, растут с темпами, там, в 15-20% в год сейчас, да, там, допустим, Детский мир, там, Сегежа, может, сейчас быстрее будет расти. То есть, это компании роста. Но, с другой стороны, есть, там, компании IT-сегмента, которые могут расти 30-40%, да, процентов. И, когда компании растут 30-40-50% по выручке ежегодно, там, мультипликаторы практически, там, такие космические, что их бесполезно смотреть. Допустим, Яндекс сейчас полностью, там, весь свой свободный денежный поток и еще и в долг, там, пытается залезть, он кидает на развитие, там, маркетплейса своего. И у него получается так, что все капитальные затраты, которые идут сейчас у IT-компании, они проходят через операционные расходы, и получается, что у них P на E, типа, 150-200. И в этот момент, ну, смотреть P на E у Яндекса, это, ну, самое последнее, что нужно сделать для оценки этой компании. Поэтому здесь мы, как правило, там, используем какие-то специфические для IT-компании, типа, P на S, да, то есть, или, там, P на GMV, так называемые, да, то есть, Enterprise Value на GMV. Это вообще, я звучу очень ужасно для начинающих, типа, Enterprise Value на Gross Merchandise Value. Простите, но это, конечно, да, совсем ругаюсь. Ну, то есть, какие-то такие, уже используют такие профессионально-специфические индикаторы. А вот если мы говорим про Сигежу, к примеру, да, и говорим про, там, детский мир, да, мы смотрим уже, там, у там P на E форвардный. Можно легко смотреть, что такое форвардный, это на следующий год. Потому что, допустим, P на E сегодняшний у Сигежи, условно, там, 20, и кажется, ой, дорогая компания, есть же МТС за 10 P на E. Но если посмотреть, что форвардный в следующем году у компании вырастет очень хорошо прибыль, там, не знаю, в два раза, то уже Сигежи кажется дешевым, потому что форвардный P на E уже не 20, как в этом году, а десятка. Поэтому здесь, конечно, нужно разделять темпы роста. Если они слишком высокие, темпы роста, и компании ближе к IT-сегменту, где капитальные затраты проходят через операционную прибыль, там, ну, как бы, совершенно другие мультипликаторы и другие показатели мы используем, нежели которые используем при росте, там, в 10-15 процентов, ну, классические компании, где такие, как Детский мир, Сигежи, где капитальные затраты проходят через уже, не через операционные расходы, они идут уже в cash flow statement, то есть это через операционные отчеты о... Что такое, ближе, значит, заговариваться. По-английски самое удивительное, просто большинство, смотрю, американских компаний, там, европейских, а российские я смотрю реже, потому что с ними так уже хорошо познакомился, что, не знаю, уже закрытыми глазами, когда, значит, там происходит в этих компаниях. Ну, вот примерно так, наверное, вот я ответил или нет, то есть я, наверное, заговариваюсь и ухожу куда-то далеко от темы. Отлично. Большое. Слушай, еще тогда один вопрос. Ну, ты сказал, что твой портфель, он насчитывает, там, порядка 80 имен, да, 80 имитентов. И, соответственно, ну, так, следить за всем этим достаточно проблематично. То есть такой, знаешь, бытовой вопрос, как ты успеваешь следить за своим портфелем и за его изменениями, что надо добавить, что надо выбросить, что уже можно продать. Хороший очень вопрос, действительно хороший. Я бы сам задал такой вопрос самому себе бы вот так вот. Скажу так, что есть, наверное, где-то процентов 10-15 компаний в этом портфеле, ну, может, чуть побольше, за которыми я слежу нечасто. То есть там раз в полгода я открою их отчет и посмотрю, что происходит в целом. Я, конечно, график за ним поглядываю, то есть я пробегаюсь там раз, наверное, в несколько недель точно, там, раз в месяц по компании, за которой я там меньше всего слежу, по графику, потому что график очень тоже много говорит, то есть там резкое было падение, я тогда уже открою, там, не знаю, сайт какой-то компании и там в Яндексе или там в Гугле где-то поищу, что произошло. Но если там она там болтается где-то, я даже, скорее, отчет квартальный не буду смотреть. То есть я за компаниями, за некоторыми, за 20 компаниями из 80, буду смотреть раз в полгода, иногда, может быть, какую-то вообще раз в год открою. Ну, потому что если ты выбрал хорошую, как ты думаешь, компанию, не знаю, за ней там бегать каждую там неделю или каждый квартал, смотреть ее отчет, ну, особо смысла нет. Если ты считаешь, что там менеджмент хороший, что эти менеджменты работают на благо акционеров, что история показывает, что, в принципе, за этой компанией не надо присматривать. Ну, или там я приведу аналог, если у тебя там есть ребенок, который очень послушный, ответственный, да, ты же не будешь постоянно за ним там бегать и смотреть, что он там делает. В то время как, наоборот, непослушный ребенок, ты за ним, конечно, будешь постоянно. Поэтому есть компании, которые действительно можно за ними особо не следить, и они сами будут делать то, что они должны делать, они качественные, хорошие. Есть компании, за которыми нужно постоянно следить, постоянно читать новости, потому что они там, у них высокая волатильность, они гуляют туда-сюда, там меняются дифполитики, и то меняется. И за такими компаниями мне приходится выделять больше времени. И, честно сказать, я просто еще, видите, делал отчеты компании. То есть я разбираю для людей отчеты десятков-десятков-десятков американских компаний и российских. И это моя работа. То есть я и так слежу каждый день за новостями, каждый день за этим. Если бы я думал, если я уйду на пенсию, да, вот я ушел на пенсию, и для меня теперь работа с аналитикой не является моей профессией, за которую я получаю там деньги. Как бы я себя вел? Как вообще бы вот среднестатистический человек, вот любой из наших сейчас слушателей, мог бы отслеживать восемьдесят компаний. На самом деле это просто, это реально просто. Я вот так прикинул, вот мне нужно, допустим, вот вышло за сегодня там три или четыре отчета, да, которые есть в компании, которые есть у меня в портфеле. Их посмотреть занимает каждый отчет какую-то компанию десять минут, да, потому что там они такие простые, как две копейки. Например, компания Apple или компания Google или компания Microsoft. Там они, ну, просто простые, не знаю, как автомат Калашникова. Там все растет, растет, супер, все закрыл. Там прочитал на три строчки комментария генерального директора, закрыл. Там особо даже смотреть нечего. А вот выходит какой-нибудь, кто там у нас, хорошо так почитать кого-нибудь. Ну, Газпром тоже, в принципе, можно не читать, знаете, так. На вас прошло, что они там миллиарды заработали. Супер, все, в целом даже смотреть не надо. А некоторые приходят с там хорошей презентацией, какая-то стратегия новая вышла. Допустим, X5 Retail Group выпускает там стратегию, да, нового развития на следующие там годы. Да, и это занимает у тебя, может занять час-два, чтобы эту стратегию просмотреть. Поэтому в целом три-четыре отчета, пробежаться, посмотреть, все ли в порядке с своими компаниями, это, ну, не знаю, пару часов в день. Вот и все. Я думаю, каждый из вас, особенно на пенсии, да, когда вы там соберете большие портфели, увольте свои работы, там будете в кресле-качалке где-нибудь на своем ранче сидеть, пожалуй, это будет самой интересной частью вашей жизни, это посмотреть, как там проживают ваши компании. Вот вчера, допустим, я смотрел компанию NVIDIA, то есть ее отчет вышел, и там узнал о том, что у них там есть, типа, GeForce Now, да, сервис, сервис игровой, то есть теперь можно там с любого ноутбука, даже самого старого, неважно, это Apple или это Microsoft, теперь можно с помощью системы там GeForce Now, которую предлагает NVIDIA, поиграть в самые современные игры. Я такой думал, опа, поставил на паузу отчет, реально сделал GeForce Now, протестил, как это работает. То есть разбор этих всех компаний дает нам возможность вообще понимать, что в мире творится, да, какие технологии куда идут, что развивается. То есть с помощью там разбора этих компаний вы становитесь умнее, вы становитесь более обширно понимать, что происходит. Это не просто сугубо, знаете, прочел отчет, чтобы понять, все ли хорошо в твоей компании. Ты становишься более умным, более разносторонне развитым. Поэтому, когда я перешел из трейдинга в инвестиции, я понял, что, блин, ну теперь я вообще мозг, знаете, и когда ты чисто трейдер, ты становишься тупым существом, который только график торгует. А инвестор – это уже широко развитый кэш, обширно развитый человек. Поэтому все нормально, можете успевать, и это будет вас радовать даже. Спасибо, Дим. И финальный вопрос от меня, и потом я сразу отдаю тебя Андрею и его заготовленным вопросом, и пойдем по вопросам из комментариев. Слушай, я смотрел одно из твоих интервью, в котором ты достаточно резко высказался о пассивном инвестировании в индексы. И ты можешь как-то прокомментировать, в чем именно твоя позиция заключается. То есть ты считаешь, что индексное инвестирование – это заведомо какая-то проигрышная стратегия, и что на самом деле стоп-пикингом можно зарабатывать больше, потому что это же известный такой, знаешь, в наших инвестиционных кругах холивар. То есть все время припоминают исследования, что индексы обгоняют там все другие стратегии на 80%, никто не может привести, откуда взялась цифра 80% или 70% или 95% и откуда ноги у этого исследования растут. Но так, знаешь, в кругах ходит мнение, что и пассивные инвестиции для начинающего, соответственно, клиента – это прям панацея, и стоп-пикингом заниматься как бы не стоит, потому что одно, что, в общем, все равно ты сильно ничего больше не заработаешь. Вот, можешь чуть подробнее на эту тему свою позицию высказать? Просто интересно. Да, смотри, я просто несколько видео в свое время, я на самом деле очень много думал над этим вопросом, я же прочитал много исследований, да, там Тони Робинс, например, благодаря которому я начал активно, на самом деле, инвестировать, то есть, потому что он там показал, что можно, как создавать себе там пассивный доход. Он там прямо и приводит, что типа таким частным инвесторам вообще не нужно никакие акции отбирать, просто вот создавите себе все погодные портфели, радуйтесь жизни. Вот, это он прямо так топит за это. В то время как, если мы почитаем с вами другого классика, это «Переиграть Уолл-стрит», который написал у нас, блин, только что фамилия была, Питер Линч, он наоборот говорит, что частный инвестор, в отличие от управляющих активами, не ограничен инвестиционной стратегией, да, какой-то там, и не должен отчитываться перед своим боссом и перед своими клиентами, а значит, у него руки развязаны, и он может легко обыграть этот индекс. То есть, как раз вот в этих всех исследованиях приводится то, что управляющие активами не могут перегнать S&P, да, то есть, там прямо конкретно говорится, что это профессиональные участники не могут перегнать. И на этом строится вся теория о том, что вот если профессионал не может перегнать S&P, то что уж тогда вам, там, несчастным, частным инвесторам ловить? На самом деле, как раз-таки все наоборот. Частные инвесторы, как я вам сказал, и как это пишет Питер Линч, неограниченные. Хочешь Газпрома на 120% от портфеля взять? Бери, понимаешь, и обгоняй этот индекс. Вот и все. То есть, неограниченно, делай, что хочешь. И не надо говорить непредникам отчитываться. О таких исследований стало ли в частной физике, обгонять ли S&P? Я думаю, там очень много кто обгоняет S&P и в разы. Про оценку, конечно, надо смотреть еще. Но не в этом дело. На самом деле, не только, знаете, жизнь состоит не только же в том, чтобы вложить деньги и обогнать S&P. Да, конечно, это классно, если ты обогнал S&P, все чудесно, все классно. Но иногда, допустим, надо спросить Андрея, да, или там Дмитрия, а вы ради денег работаете на своей работе? Да, завтра там без денег вы... Не станете ли продолжать там свои деятельности, какую-то там инвестиционную, следить за рынком, все равно будете, да, может, да, чтобы для жизни найти другую работу, но за рынком все равно будете следить. То есть инвестирование же не только, чтобы бабло заработать, простите, да, и обогнать S&P и радоваться жизни. Это же инвестирование, это, как я рассказывал в нескольких своих видео, это сопричастность тебя с, там, экономической жизнью, страны, компании, которые ты инвестируешь и так далее. То есть получается, что у вас есть выбор, инвестировать в индексы, да, в конкретные, и там гонять их. Но это немножко скучновато. Не для всех, не для всех. Но это скучновато. Кому подойдут, на мой взгляд, да, я уже давно на рынке, кому подойдут чисто пассивные инвестиции? Пассивные инвестиции подойдут тем из вас, у кого реально дефицит времени следить за рынками, читать отчеты, как-то выбирать. Кто вообще даже, может, не хочет идти, блин, понимаете, инвестирование тоже такое занятие, которое, ну, как бы, нужно увлекаться им. Когда ты увлекаешься, тогда у тебя результаты будут другие уже, лучше результаты будут, чем в среднем. Поэтому если тебе инвестирование нужно только просто, чтобы собрать на пенсии себе какие-то деньги, наверное, индексное инвестирование предпочтительнее. Все, ты каждый месяц закидываешь туда денежку, закидываешь, 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 за новостями не следишь, отчеты не смотришь, все, тебе на все плевать, занимаешься своим бизнесом, своей работой, своей семьей. А денежки копятся. И это, наверное, будет правильнее. Хуже будет, если у тебя нет времени, а ты начинаешь акции отбирать самостоятельно, потому что у тебя нет ни знания, ни опыта, ни времени за этим всем следить вообще и понимать, что происходит. Поэтому, наверное, пассивные инвестиции, если время прямо в отрез, и тебе, в принципе, не хочется в это вникать. Отбор отдельных акций, это как раз про тех из вас, у кого есть какое-то время, то есть время вообще погрузиться, понять, что такое, блин, ебеда, что такое чистый долг, как они считаются, покопаться, вбить данные в таблицы, почитать, чем компания, чем сидежа отличается от Метчелла. То есть какой добывает уголь Метчел, а какой уголь добывает Распадская, и чем отличаются сорта этого угля. То есть хорошему хоть чуть-чуть понимать. И какой вообще, что там в макроэкономике творится, какие там ставки и так далее. То есть это уже для энтузиастов, на мой взгляд. То есть для людей, которые прямо классно хотят, чтобы мозг был прокачанный, чтобы купить компанию Лукойл, акции в портфель, а потом приехать на заправку Лукойла и сказать, блин, это моя компания, я сейчас заплачу там тысячу рублей, заправлюсь, и какая-то копеечка от этого потом мне через дивиденды вернется. То есть это совершенно другая жизнь, это другая уже философия. Инвестирование в синглс-токс, то есть в отдельные компании, это уже философия жизни вместе с этими компаниями. Вот и все. Наверное, вот так вот. Я бы не стал ругать ни одних, ни других. Я просто бы сказал, для вас это такой предпочтительный, для вас такой предпочтительный. Но у меня, например, как у энтузиаста-инвестора есть и пассивный доход, ой, пассивный доход тоже есть. Есть и пассивный портфель, например, для своего сына, которому сейчас всего лишь 3,5 годика. У него есть портфель. И, естественно, он еще не умеет отбирать акции. То есть скажи ему, купи Лукойл или купи Газпром. Он скажет, что? То есть вот как раз он яркий пример того, что когда человек в этом не понимает, не хочет разбираться, 3,5-летний ребенок не хочет в этом разбираться и не понимает ничего, но ему надо инвестировать просто потому, что выжить в будущем, вот у него создается сбалансированный, пассивный портфель. И он с этого будет как бы в будущем, надеюсь, когда 18 лет ему исполнится, эти деньги пойдут ему на обучение, на помощь какую-то, недвижимость, если нужно будет и так далее. Вот прямо яркий пример, когда ETF-ный портфель прекрасно подойдет человеку. Вот, наверное, ответил на этот вопрос. Да, Дим, спасибо большое. Я свое любопытство по максимуму удовлетворил, было, мне кажется, очень интересно. Андрей, есть ли у тебя какие-то вопросы к Диме? Придем к вопросам. Есть один вопрос, который, я думаю, тоже терзает многих, и Дима, думаю, тоже о нем задумывался. Все мы знаем очень популярную передачу на фондовый рынке, где автор говорит о том, что все должно очень сильно скорректироваться, даже упасть, а может быть даже рухнуть и так далее. Вот как ты к этому относишься? В общем, твое мнение, ждешь ли ты коррекции, не ждешь, как это влияет сейчас на формирование твоего портфеля или нет? В общем, какие у тебя ожидания по поводу коррекции? Это у нас, знаете, как сейчас в политике нельзя называть некоторых имен. Надеюсь, имя Васи можно называть. Что касается, да, что касается, на самом деле мне немножко страшновато в последнее время становится, но не от того, что там кто-то там армагеддонит, потому что когда они армагеддонит, мне иногда смешно становится. Потому что рынки действительно очень высокие. Мультипликаторы по многим высоковаты, но пузыря я как бы не вижу пузыря пока. Я вижу, что просто очень-очень дорого, но без пузырей. Российский рынок, единственное, он цикличный, и я побаиваюсь, что именно больше там российский рынок скорее упадет. Ну, по нескольким причинам. Во-первых, российский рынок – это в чистом виде практически коммодитис на нефть, на уголь, на металлы, на удобрения и так далее. Это первое. Второе. Высокие ставки в принципе не очень хорошо сейчас для экономики. То есть экономика будет тормозиться и тоже не очень хорошо для ряда компаний будет. То есть прибыли могут подупасть. И третье. Если вот сейчас поднимется ставки в США, они будут подниматься скорее всего, по крайней мере, так думают большинство аналитиков. Там сейчас 95-3%. Вот последний опрос показал, что треш поднятие ставок в США будет. То есть вообще поднятие ставок в долларах, они тоже не очень позитивно влияют на развивающиеся рынки, в том числе российские. И вот сейчас в последнее время все больше и больше всяких индикаторов показывают, что сейчас все опаснее и опаснее инвестировать. То есть это не значит, что рынки развернутся и пойдут вниз. То есть становится уже немножко опасненько. Опасненько. Поэтому я такую сейчас больше в ожидательную позицию. То есть я сейчас немножко подпродался, немножко кэшек, подушечку собрал и дальше будем смотреть. Но я предостерегаю людей о том, чтобы, знаете, вот так вот строить всю свою стратегию на том, что скоро все грохнется и надо все срочно продавать. К чему научило меня за последние 15 лет работы на рынке, это то, что первое, не предсказывайте рынки. Невозможно предсказать, где будет максимум, где будет минимум и что будет делать рынок. Я вам еще раз говорю, что рынок – это как, знаете, шизофрения, которые абсолютно непредсказуемы. Вы можете, единственное, на что опираться в своих инвестициях – это конкретные активы, которые вы будете покупать. Будете покупать там условно «Газпром», вы понимаете, что у него там сейчас рекордный квартал, он заработает кучу денег, он заработает там большие дивиденды в следующем году. И тут надо строить о том, а будут ли дивиденды потом, после 2022 года. То есть вы уже смотрите конкретные активы. А в целом можно, да, выстраивать стратегию какую-то, да, там вот рынки грохнутся, не грохнутся. Но, опять же, как показал мой опыт, лучше всего просто иметь сбалансированный портфель. Условный, сейчас я не беру как портфель, которого нужно делать, но условно 50% там у вас акций, там условно 30% облигаций, там 10% золота, 10% еще чего-то. То есть вот он у вас как бы сбалансирован. Если будет рынок падать, у вас есть облигации, у вас есть там кэш, у вас там условно говоря золото есть, они будут как бы компенсировать падение рынка акций. Плюс, когда он упадет, вы продадите чуть-чуть облигации, купите акции по дешевке, и опять у вас все нормально будет. То есть просто имейте сбалансированный портфель, его держите в сбалансированном состоянии, да, то, чтобы акций слишком много не было, чтобы облигаций слишком много не было, и плевать вообще, куда там рынок пойдет завтра. Вверх, вниз, вбок, знаете, как вы это включили? Туда-сюда, это все хумера, все предсказывание рынков, это все хумера. Но мы люди с вами, и нам, понимаете, как в одном из книг про психиатрию, я прочитал такой очень важный момент, который на всю жизнь попал мне в голову, что человек устроен таким образом, что он не может жить в хаосе. То есть человеку постоянно нужно знать, что будет завтра, почему мы так читаем новости, почему мы хотим узнать, что будет с рынками, какой будет курс рубля, потому что это успокаивает нас. Когда мы не знаем, что будет с рынками, когда мы отдаемся полностью хаосу, это нас очень сильно, как правильно сказать, напрягает. Вот, напрягает, правильное слово. Поэтому люди всегда слушают аналитиков, потому что они дают вам некие хотя бы какое-то основания думать, что завтра будет. Неважно, угадать аналитики нет, у вас, по крайней мере, будет четкое основание, что будет с рынком завтра. Но вам скажу, что это непредсказуемо. Ну, то есть в текущей ситуации ты считаешь, что оптимально все-таки иметь сбалансированный портфель, потому что, к сожалению, знаешь, иногда кажется, что наши национальные религии являются пессимизмом. Растут рынки, люди ждут обвала, падают рынки, люди ждут еще большего обвала. И в конечном итоге ты, по сути, вне рынка проводишь больше времени, чем в нем. И это очень печально. То есть хочется, чтобы все-таки действие было от обратного, что базово мы исповедуем оптимизм, как инвесторы, и верим в развитие компаний, что стоимость акций, компаний, бизнесов, которые растут и приносят миру пользу, они базово будут расти, вне зависимости от рыночной конъюнктуры в долгосрочной перспективе. И базово находиться все-таки в рынке. И в какие-то просто отдельные моменты там может быть чуть более агрессивно что-то докупать, где-то там наоборот подождать, но в целом-то как бы идти вместе с развитием экономики, а не наоборот. То есть в этом смысле как бы я тоже такую концепцию поддерживаю. Все верно. Так, по-прежнему наши инвесторы в чате просят у нас шартов и плечей. Вот, хорошо. Да, это сейчас как бы такой приоритетный для нас проект. Работаем над этим, но в целом, конечно, все-таки очень хочется, чтобы люди адекватно относились к возможностям маржинального кредитования, потому что это все-таки умножение риска. То есть при большей доходности, большей доходности, но и больше риска потенциально. Дмитрий, как вам российский индекс до конца года упадет до ноля за процентов за год, в то время как нормальные рынки только растут? Вот прокомментируешь? Да, да, ну как я и сказал, российский рынок очень сильно завязан на commodities. Если посмотреть сейчас индекс Bloomberg по commodities, то он сейчас как раз немножко подзавалился. И это примерно то же самое сделал и московская биржа, индекс московской биржи. Плюс, не забывайте немножко, геополитики еще щепоточку себя щипнули, поэтому у нас такая ситуация. Что будет дальше с российским рынком? Вот для меня прямо очень большая загадка, потому что, потому что в отличие, допустим, от американского рынка, где денег очень много, плюс есть печатный станок, скорее с ним будет лучше ситуация, чем с московской биржей. Но, с другой стороны, говорю, я не предсказывать будущее очень сложно, но, с другой стороны, уже 10% коррекции есть. Я говорю, если у вас было много кэша, ну, почему бы эти 10% коррекции, которое произошло по москбирже, чуть-чуть его не купить, не выкупить, да, эти 10%? Пойдет ниже, ну, еще чуть купите. Вот и все. А предсказывать сложно, конечно, что будет до конца года. Ралли, ну, может, апрекиньте, будет ралли. Вот я удивлюсь, если честно. Тоже вариант. Так, как выйти на пассивный доход? Такой вопрос. А здесь все просто. Все очень-очень просто. Вам нужно каждый месяц заработали денежку, отложили, заработали, отложили. Желательно диверсифицировано. То есть разных акций. Вот буквально на прошлой неделе я собирал для своей мамы портфель пенсионный. То есть чисто дивидендные компании, американские, и облигации корпоративные российские. Так, чтобы была и долларовая, и рублевая доходность просто по рублям. Вы просто закидываете на счет деньги, вы собираете там топ, не знаю, дивидендных компаний, которые нужно. Может быть, облигационных тоже компаний желательно, потому что такая, чтобы баланс был небольшой. И все. Просто со временем он растет. Знаете, вот как игры, почитайте книгу Тони Робинса, называется «Деньги мастер игры». Там вот процесс, как выйти на пассивный доход, очень хорошо расписан. Там прямо, знаете, пошаговый план, как этого добиться, и что для этого нужно сделать. Очень советую. Я вот когда прочел, там, условно говоря, мой пассивный доход был 5 тысяч рублей в месяц. Вот. А сейчас он перекрывает все мои расходы семьи, еще примерно столько же остается. А расходы у меня очень большие, потому что у меня семья очень большая. Это вот за 5 лет спасибо вот этой книге. Поэтому рекомендую. Спасибо, Дим. Вот, кстати, хороший вопрос. Стоит ли вкладывать в еврооблигации сейчас? Ну, и вообще, вот можно немножко сравнить, допустим, фикс-инком, да, и дивидендные акции? То есть вот мы с Андреем там несколькими эфирами ранее обсуждали, что кажется, что в разных формациях рынка, да, эти инструменты выглядят, ну, как бы сравнимо, и ты делаешь выбор либо в большую степень в пользу одного, либо в другое. И сейчас как раз кажется, что там на фоне подросших ставок по рублям, то есть сравнивая, например, облигации рублевые с дивидендными рублевыми компаниями, уже не так очевидно, да, делаешь выбор в пользу, например, там, дивидендных акций. Тоже кажется, что уже доля там бандов может быть чуть повыше. Вот, а по валюте что думаешь? Да, насчет, значит, смотрите, у нас, опять же, возможно, опять же, в следующем году будет подъем ставок в США, то есть долларовые ставки у нас пойдут. То есть мы говорим про евробанды как класс, то есть это у нас долларовые, как правило, да, евробанды. Короткие, скорее всего, дают какую-то мизерную доходность, там, а-ля один, там, два процента, может быть, а то и то меньше. Ну, как бы можно, если они там годовые какие-нибудь, наверное, есть смысл туда вложить, но если они уже там три года, четыре года и так далее, то есть длинной дюрацией, то уже становится немножко так опасненько, потому что ставки будут расти, у вас цена на эти облигации будет падать. Если, конечно, вы готовы прямо держать эти все три года на растущей ключевой ставке и постоянно видеть, как в ваш портфеле уменьшаются стоимости, то, наверное, можно в это вложиться. Я бы сейчас просто бы подержал валютный кэш немножечко, да, и подождал развязки событий. Я думаю, это уже в ближайшие месяцы мы будем точно понимать примерную траекторию роста ключевой ставки в США. А если говорить там про, если сравнить с российскими облигациями, там корпораты или берем ОФЗ, то вот сегодня буквально Эльвира Набиулина на своей встрече, там Россия зовет, ВТБ, которая была, она объявила, что до одного процента еще в декабре может подняться ставка. То есть сейчас максимум, что в России можно купить, это самые короткие облигации или какие-нибудь ОФЗ с плавающей ставкой и ждать, потому что я сам сейчас жду, жду, когда можно будет продать там долларовую подушку резервную и купить уже, зафиксировать лет на пять себе какую-нибудь 10% доходность в каких-нибудь надежных облигациях корпоративных. То есть тут сейчас везде надо чуть-чуть подождать, подождать, и все. У нас небольшая пауза возникла. Андрей, ты с нами? Видимо, Андрей отошел. Так, следующий у нас вопрос был по поводу еврооблигации. Дим, спасибо большое. Понятно. Так, когда что-то отскочит. Вот. Какое твое мнение по поводу технологий космического туризма, на примере Virgin Galactic и Blue Origin? Видишь ли ты там перспективы? Только сегодня записывал как раз в будни Уолл-стрит, и там у меня был такой слайд с надписью «Ричард Брэнсон продал там своих акций Virgin Galactic». Я такой задался вопросом, если сам основатель этого космического туриста продает акции, что-то это как-то не очень хороший знак, да, в принципе. Конечно же, мне нравится вот это все будущее, все прекрасное. Поэтому небольшую позицию Virgin Galactic у меня есть, я ее продавать не буду. Но, блин, боюсь, все это, знаете, закончится как в свое время с ICO. Они полетят действительно в космос, они будут туда туристов возить. Вопрос, будут ли они зарабатывать деньги на этом, очень открытый, да, то есть и сколько они будут. На хайпе, наверное, вы можете заработать деньги, да, то есть хайп там не полетели в космос, там все вылетело, надо просто вовремя продать. Но чтобы они прямо много денег зарабатывали, даже вот я смотрел планы Virgin Galactic, сколько они там туристов хотят вывезти, сколько надо денег, сколько они зарабатывают, будет выручка, какие расходы. Я понял, что это, блин, очень не скоро, когда они начнут какие-то вменяемые деньги зарабатывать, а уж тем более оправдывать свою капитализацию. Поэтому чуть-чуть, наверное, ради, знаете, энтузиазма стоит держать, но какие-то большие деньги пока я бы туда не вкладывал. Сегодня, слушай, если позволишь, такой вопрос. Тут спрашиваю по поводу континентальных акций, соответственно, Лондона, да, твоих отдельных каких-то региональных инвестиций, там, Сингапур. То есть я так понимаю, что ты торгуешь через глобального брокера, который предоставляет доступ к этим рынкам. И ты можешь комментировать, что это за брокер, где ты это делаешь? Да, конечно, конечно, неправда. В смысле в России самые популярные зарубежные брокеры, это американские, допустим, интерактив брокерс. Он дает вам доступ ко всем ключевым рынкам, даже к российскому, недавно стал давать. Есть там брокер, допустим, Саксо Банк, датский банк. Есть там Эксанта брокер, который дает уже глобально. То есть сейчас, наверное, три таких самых популярных брокера, которые открывают россиянным счет без проблем. Просто единственное, вы должны знать, когда вы торгуете глобальной акцией через зарубежного брокера, есть некоторые такие, скажем, неудобства, связанные с тем, что вам самим надо рассчитывать свою налоговую базу, самим декларировать дивиденды, которые приходят, и все это по окончанию года подбивать. У меня там отдельные таблицы. Я каждую свою сделку записываю в Excel-таблицу, перевожу в рубли. Потом, когда я эту сделку закрываю, я подсчитываю, какая у меня в рублях. Хотя неважно, в какой валюте я продавал, там покупал. Я потом должен подсчитать налоговую базу в рублях и, соответственно, подсчитываю все свои сделки, все свои дивиденды. Поверьте, когда у вас там десятки-десятки компаний зарубежных, при том, за рубежом они реально находятся, там мне приходят, не знаю, несколько сотен, наверное, дивидендов. И эти дивиденды я должен все в Excel-ке посчитать, потом это все в налог.ру вбить. Это занимает, ну, у меня прилично много времени, но это несложно. Ну, вот это вы должны просто понимать, да, то есть вы открываете счет там в IB, да, Interactive Brokers, Saxo Bank, Alexander, то вы должны сами за себя потом отвечать в налоговой. И если вдруг налоговая там начнет к вам придираться, типа, а что это такое, и что это, вы должны как бы вот это нести груз этой ответственности. Поэтому если у вас денег, скажем так, мало, что такое мало денег, до 10 тысяч долларов в счет, то, наверное, лучше пока оставаться в России через российского брокера это делать. Потом со временем и опыт приобретете, вы получаете денег, доложите и уже начнете постепенно выходить дальше, чем, скажем, в Санкт-Петербургская биржа. Вот, например, такой совет я бы дал вначале. Спасибо, Дим. Слушай, подскажи, пожалуйста, какие конкретно у тебя в портфеле есть акции роста и почему ты в них кладываешь деньги? Так, а из какой стороны? Давай сегодня будем дискутировать о том, что доступно нашим инвесторам, я имею в виду российский рынок, и рынок доступный через биржу в Санкт-Петербург. Ну, парочку вариантов назовем. Например, из ростовых компаний, вот я недавно назвал Сегежа, то есть у них сейчас очень хороший план по инвестициям до 2024 года. Правда, самое удивительное, что когда они на IPO выходили, они выходили с этой программой, и там с понятными дивидендами, с понятной политикой роста, но что-то народ такой загрустил, все продал, а как только стало известно, что у них все получается, у них там вышли первоквартальные отчеты, что там действительно рост идет, вдруг Сегежа подорожала с 8 рублей до 10. Поэтому Сегежа, на мой взгляд, может легко стоить через 3 года свои до 20 рублей даже вполне. То есть они могут удвоиться за несколько лет. Это первое. Второе. Продолжает быть идеей роста, на самом деле, детский мир. То есть детский мир сейчас растет темпами по 15% в год, растут дивиденды, и компания при этом, блин, это вот Россия в плане инвестиций, если убрать все эти там политические, внешние конъюнктурные такие, то российский рынок с точки зрения стоимости, то есть дешевая компания, плюс ростовая, таких у нас много. Там детский мир, там даже еще до сих пор растут такие крупные ритейлеры, как X5, Magnit, они тоже продолжают расти, и продолжают расти прибыль, и они стоят там, ну, чуть подороже, чем детский мир, но в целом, совершенно других денег, чем в Америке. То есть вот сейчас вот ритейлеры, я вам назвал, там Сегежа, кто у нас еще из ростовых, таких нет, потому что надо смотреть, чтобы были не цикличные компании, потому что цикличные компании очень сложно предсказать, что там будет с ними через два года, например. Вот я сейчас так прибегаюсь, мысленно, что там у меня еще есть такой, у нас, знаете, в последние годы очень много таких реализовалось, идеи, которые были ростовые. Ну, может быть, сейчас Санкт-Петербургская биржа как раз-таки ростовая идея, а правда немножко уже дороговатая, то есть они сейчас оценены, прямо как если бы они были уже залистингованы на NASDAQ, то есть вот Санкт-Петербургская биржа. Теперь давайте что-нибудь из Америки возьмем, что из ростовых таких есть. Знаете, в Америке просто ростовые компании крайне дорогие, особенно сейчас, когда денег там подвезли из ФРС триллионы-триллионы долларов, там найти дешевую, ну, условно дешевую, для вменяемых денег ростовую историю практически нереально. То есть вам приходит всегда выкупать с премией большой к ее там средним мультипликаторам. Ну, из таких, наверное, ну, не буду тут открывать... Дима? Да, Дима, не слышно. Не слышно? А сейчас нормальный звук. А теперь слышно, да. Да, да, там что-то. Вот это что-то на серверах уже Телеграма случилось. Мне кажется... Ты закончил про иностранные акции. Вот, из ростовых... Из ростовых Google, Microsoft, такие самые топовые, наверное. Google, Microsoft, которые мне прямо очень нравится, из ростовых. А что еще? Просто их такое количество, знаете, там... Подождите, да, секундочку. Вот это очень важный вопрос, потому что это прям то, над чем я сейчас вот размышляю, да. Все-таки вот сейчас, по текущим ценам, тот же там Facebook, Amazon, Google, Microsoft, ну, все мы знаем эту четверку. Может быть, еще туда, может, добавить как говорил про NVIDIA и так далее. Вот стоит их добавлять? Или все-таки это уже запредельно высокие цены, которые, ну, не стоит покупать? Вот именно сейчас. Да, ну, если смотреть... Ну, давайте уберем всю макроэкономику, все вот эти потенциальные риски, связанные с COVID, да, если мы их уберем, потому что это непредсказуемо, потому что они могут серьезнейшим образом, да, повлиять на стоимость компании в будущем. Но если мы берем чисто фундаментально, сопоставляем, куда идет, сколько стоит сейчас Google и его мультипликаторы, они сейчас, на удивление, они стоят достаточно адекватных денег. Они немножко дороговаты, я бы сказал так, самую малость дороговат. Допустим, Google, он там сейчас торговался по мультипликатору 26-27 PE. Дорого это или нет? При темпах роста у них там хорошее было по прошлому году, там 25 или 30% у него выручка росла. Ну, плюс-минус, я могу, где-то немножко ошибаться. Facebook, да, который сейчас мета, да, у них мета-платформа стала, они не стоят там вообще 23 годовых прибыли. То есть они сейчас с точки зрения самих себя же, да, если мы смотрим мультипликаторы за последние годы, то мета-платформа, сейчас, да, или Facebook по-другому, они стоят вообще адекватных денег. Единственный, кто дорогой, прямо реально дороговатый, это Microsoft, это Apple, да, это там Amazon каких-то бешеных денег стоит. А вот Google и Facebook вполне нормально. То есть если брать небольшими порциями, потому что мы как люди, мы не можем угадать точно, где тут дно, а куда оно пойдет, то по текущим ценам чуть-чуть можно, конечно, добирать. Но надо понимать, да, что всегда есть опасность ковида. А так я вот сейчас на отчете, что Google, что Meta-Platforms чуть-чуть себе прикупил, например. Да, мне кажется, для этих компаний ковида укуплилась, поэтому в этом плоде, а не в морской защитной бумаге. Так, хорошо, давайте тогда чуть дальше подвинемся. Я, кстати, после того, как Oculus попробовал, второй коллеге подарили, я что-то тоже так, знаешь, на Facebook другими глазами посмотрел. То есть, знаешь, иногда в платформу заглядываешь и не очень понимаешь, ну, естественно, рекламная выручка, естественно, там, какое-то развитие платформы поддерживающей есть. Но когда ты заходишь в VR эту историю, ты понимаешь, что, ну, уже, знаешь, уже пахнет завтрашним днем. То есть, так в этом плане, конечно, я на Facebook по-другому смотрел, после того продукта использовал. Так, чуть дальше двинемся. У нас вопрос был, ну, вот мы, Денис, немножко обсуждали, да, поведение Дмитрия на 2022-2023 год. То есть, есть такое ощущение цикличности, как я понимаю, есть некоторая нервозность относительно там цикла роста рынка, но в целом там сошлись на точке зрения, что никто не знает, как будет на самом деле, поэтому порционно, по чуть-чуть добирать, как бы вполне себе разумно, тем более, что более чем, мне кажется, если по стаимосному анализу посмотреть, компании хорошие есть, и при текущих ценах, как бы их немало. Так, да, все верно. Топ-5 компаний РЭП, которые вы рекомендуете для покупки с учетом рисков кризиса. Такой хороший вопрос, Виталий. Вопрос хороший, только, опять же, он слишком простой. В каком плане простой? Стратегии у всех разные. Вот, допустим, условно говоря, Андрею, нужно топ-5 компаний, которые увеличат его счет, там 2Х, потому что у него на счету там 10 тысяч рублей, ему срочно кровь из носу нужно там быстро капитал нарастить, да, и он готов рисковать там 50% своего капитала, чтобы удвоить его. И тогда для него там топ-5 будет типа Озон, Мэйл.ру, там нынче ВКонтакте, там Викей, там Яндекс и так далее. То есть для него это 5 топ-лучших будет. А для такого пожилого человека, которому там сейчас 60 лет, да, топ-5 компаний прекрасных будет дивидендных. Там, не знаю, 30-летнему, может быть микс из того, из того будет лучше, да, там чуть-чуть там один Яндекс взять, потом другой МТС взять и третий там ГМК взять, потому что там типа будущие металлы, они очень хорошо в нем завязаны. Поэтому здесь топ-5 компаний для каждого на самом деле будут разные. Вот если тут немножко уточнить, я бы, наверное, более точно бы сказал, что мне нравится в каждой из этих стратегий. Если Виталий нас видит, то я думаю, что он напишет более конкретный вопрос, и мы постараемся успеть ответить. Так, тут комментарий по поводу МТС, что у них капитал уменьшается, и не значит ли это, что они раздают дивиденд за счет имущества собственников? Насчет капитала. Капитал такая старая, на самом деле, тема. У них капитал тут, тут не дело, тут вообще, на самом деле, мое мнение. Я могу ошибаться очень серьезно, и оно будет совпадать с сомнением других людей, но, на мой взгляд, если у бизнеса нет, ну, там, ноль капитала или даже отрицательный капитал, это вообще ни о чем не говорит, потому что, если у вас легкая модель бизнеса, то есть основана на том, что можно без капитала делать деньги, то вообще капитал КБ не нужен. Вы можете на заемных денег делать очень хорошую рентабельность, да, и плачивать акционерам хорошие деньги. И то, что там в МТС действительно капитал падает, это только одно создает неудобство, на самом деле, для МТС, о том, что если у них, у них может проблема быть, ну, точнее, не может быть, они не могут, не могли сильно наращивать дивиденды из того, что у них по РСБУ было ограничение на то, что они не могли там выплачивать дивиденды больше, чем капитал, что такое не было. Сейчас уже, только это пока ограничивало МТС и выдавало какой-то нам негатив в МТС. А так вообще, у детского мира, вы сами знаете, что отрицательный капитал. Поэтому туда смотреть, а при этом чудесная компания платит дивиденды, растет шикарно, и все у них классно. Поэтому на капитал сейчас надо смотреть скорее в банках. Вот в банк, если капитал будет падать, это проблема будет для банка. А для МТС я пока не думаю, что это какая-то проблема. Я немного повисню, что капитал у банков, он является еще и основой для расчета банковских нормативов и триггеров по отзыву лицензии. Поэтому если капитал проседает ниже определенного параметра, банк может просто без лицензии остаться. И поэтому тут, конечно, этот риск, он там колоссально влияет на него. Конечно, конечно, конечно. Поэтому сервисные компании, там, как МТС, сервисная компания, а же там непроизводственная компания, ей вообще все ровно там, что с капиталом, если честно. Михаил хвалит наш эфир, говорит, самый лучший. И просит дать совет, какая стратегия может заработать капитал на бирже, не сохранить, не приумножить, а создать. Создать капитал, это надо прямо активно-активно спекулировать, что, скорее всего, приведет к убыткам, и ничего хорошего не будет из этого. Нет, вот биржа – это хороший инструмент сохранения и приумножения капитала. Если будет повезет вам, вы попадете в хороший бычий рынок, то есть период, правда, сейчас, скорее всего, везде не уже не поможет, бычий рынок, мне кажется, уже очень сильно прошел, то есть мы с 2010-209 года активно растем, тут как раз на обычном периоде можно было очень хорошо утроить, учитывить капитал, и это прямо было классно. Надеюсь, может быть, 2020 год будет повторение, тогда вам повезет в этом плане, но я что-то сомневаюсь в этом. 2020 или 2022? 2020, 20-е. Ревущие 20-е, как было в Америке в свое время. Когда они плохо кончились, поэтому, да, таких аналогий проводить мы не будем. Так, хорошо. Инвестор должен попробовать торговлю, например, интродэй или нет? Что теряет чистый инвестор, который не имеет такого опыта спекуляции? И что теряет трейдер, который не очень понимает инвестирование? Вот такой философский вопрос от Артема. Скажем так, инвесторам должен быть каждый, а трейдерам нет. Трейдерам должно быть меньшинство. На самом деле, опыт, он, скажем так, он чуть-чуть помогает, но он не является определяющим абсолютно. Просто, если у вас есть желание, знаете, зуд такой, потрейдить, исполните свое желание, потрейдите. И, знаете, если тут у меня есть в свое время клиент, который там на коучинге обучал, и он иногда трейдит, и, ну, честно прямо, да, мы с ним пришли к заключению, что для него это как в гольф пойти поиграть. То есть просто получить некое удовольствие, профинансировать эту свою забаву и все. Вот. Поэтому трейдеров надо попробовать, надо понять, что это, скорее всего, не ваше, потому что успешных трейдеров 3%, а то и меньше, и, скорее всего, вы не попадете в этот 3% и пойти спокойно заниматься инвестированием. Что касается, там и последнее было философское, что это быть трейдером и инвестором, да, что-то одновременно. Ну, там вопрос именно, помогает ли опыт трейдера инвестору, помогает ли инвестору опыт трейдинга, и что если у трейдера нет, как бы, кругозора в инвестициях? Ну, если у трейдера нет кругозора в инвестициях, он, скорее всего, потеряет совокупно весь свой капитал в конце и пойдет на, хотел сказать, на панель. На трейдерскую панель пойдет. Да, такие сомнительные перспективы. Так, Лариса спрашивает, как пассивно инвестировать? Подскажите. Ну, под пассивными инвестициями, как правило, понимаются инвестиции в индексы, да, и фонды, которые к этим индексам привязаны, то есть ETF-ы, биржевые и паевые инвестиционные фонды, которые привязаны к какому-то индексу. Индекс – это некоторое правило, по которому отбирается какая-то, соответственно, корзина акций или облигаций, и автоматически пересматривается, опять же, по определенной формуле. Классический пример индексов – это S&P, NASDAQ, соответственно, в России индекс РТС, индекс ММВБ. Вот. Соответственно, как инвестировать пассивно, покупать такие инструменты. А, вы уже в… я уже в Газпром. Ну, Ларис, надеюсь, что вы довольны, что все хорошо выглядит, как бы достаточно хорошие инвестиции. Ну, триденды будут точно выслушать, так что, да, ждите в следующий год. Да, конъюнктура цен сейчас более чем располагает. Сколько нужно вложить в акты, облигации, чтобы получать пассивный доход в 100 тысяч рублей в месяц? Хороший, кстати, вопрос. Я никогда не считал. Топ-5 перспективных акций на 5 лет. Ну, вот мы этого, Костем, уже много темы касались, поэтому предлагаю на этот вопрос уже, наверное, не отвечать, потому что времени у нас в обрез. А вот про доход в 100 тысяч рублей в месяц пассивный, Дим, я тебе введение, наверное, в этом смысле. Хороший вопрос, потому что, естественно, я в этом неплохо разбираюсь. Ибо, как бы маме создала себе давно уже портфелить. Надо просто понимать, какие риски вы наготовы на себя взять. Смотрите, если, чтобы создать 100 тысяч, можно иметь 10-ти процентную доходность от миллиона. Берем миллион. Подожди, в месяц, на данном? Или в год? 100 тысяч рублей в месяц. В месяц. А, ну, смотрите, тогда уже побольше, чем миллион. Тогда нам нужно иметь, соответственно, 12-ти миллионный, да, портфель, 12-ти миллионный портфель с 10-ти процентной доходностью. Это первый вариант. Вот, допустим, первый. Это, кстати, можно собрать сейчас с помощью облигаций российских и акций российских. Можно собрать портфель 12 миллионов, и вы будете получать свои, там, ну, около, там, плюс-минус налоги могут, чуть побольше, там, еще налоги до 13 процентов. Ну, где-то 13,5-14 миллионов надо иметь, соответственно, портфель, чтобы получать 100 тысяч. Это мы говорим чисто про российские акции. Если мы хотим с вами щепоточку добавить какие-нибудь в долларах акции, которые стабильно тоже платят дивиденды, то сейчас можно найти штук 10, я так нашел, 10-15 компаний, нормальных, хороших, американских, например, с доходностью около 5 процентов, там, средние у вас по портфелю будут, тогда вам, соответственно, нужно в два раза больше счет. Да, либо, если вы там половина американских, полнороссийских, ну, вот, примерно считайте, если половина американских, полнороссийских, миллионов 20, наверное, надо будет счет иметь. Вот, российских чисто вот там около 13-13 с половиной. Ну, так, знаешь, сейчас немножко, мне кажется, охладел пыл, то есть, ну, как выглядит такая сумма, значит, внушительная, вроде, когда начинаешь... Какая внушительная, слушай, сейчас квартира в Москве отружки стоит там 10-12 миллионов, а ты, понимаешь, будешь жить, как бы, не тужить со 100 тысяч, хотя тоже не сильно такой большой капитал, но нормально, нормально. У всех есть в Москве такие деньги, то что? Ну, я надеюсь, что нас слушают как бы не только в Москве, но в любом случае, Артем, да, мы ответили. Провокация была. Да, соответственно, одна хорошая отдушка в Москве требуется, Артем, по мнению Дмитрия, и, соответственно, до трех отдушек в зависимости от региона, где вы сейчас находитесь. Вот, так, до каких отметок вы считаете, просяет российский рынок акций, как долго он будет находиться в медвежьем тренде, и в этом ли он уже тренде? Такой вопрос. Но мы тоже, мне кажется, это комментировали сегодня. Да, вот кто бы знал, вот кто бы знал, если бы я знал бы, если бы я знал, что он сейчас в медвежьем тренде, я бы сейчас все акции свои распродал. В этом-то вся игра и кроется. Если кто-то знает, что будет дальше, с большой вероятностью, то он, уже, мы бы увидели его следы, понимаете? Крупных игроков, которые бы сейчас сливали, мы бы хорошо бы увидели на объемах, но их пока нет, потому что никто не знает, что будет дальше. Поэтому-то и заключается баланс портфеля, что мы признаем, что мы не знаем, что будет дальше, но если будет один сценарий, мы там заработаем на этих акциях. Если будет другой сценарий, на других акциях, или, например, не потеряем так много. Вот в этом балансе заключается. Надо просто признать, что мы реально не знаем, что будет дальше с рынком. Вот и все. Да. Ну, как говорится, никто не знает, что будет дальше, но кто-то должен сказать, что делать. Вот. Мы призываем к тому, что сами себе это сказали. Забалансировать портфель надо, да. Сейчас. На китайский рынок как смотришь? Есть у тебя в портфеле китайцы? Есть. У меня есть ETF-ка, называется КВЕБ. Можете поискать. K-W-E-B. КВЕБ такая. Только в нее пока. Раньше у меня отдельные акции были, но я потом понял, что китайцы там могут мухлевать с отчетами. Плюс коммунисты китайские вдруг начали поднимать голову, активно там всех стращать. Я понял, что лучше уж в ETF-ку и чуть-чуть, не сильно много. И нормально. Сейчас, когда есть хорошие уровни, можно так, чуть-чуть подкупить. Согласились. Я тоже такого же мнения придерживаюсь. Ну, относительно того, что уровень действительно хорош. Если вы эти риски базовые, мы тоже много обсуждали, принимаете, что может произойти всякое. Это выглядит, что действительно момент может быть неплохой. Какой чистотой корректируешь портфель? У меня нет такого понятия, как чистота корректировки портфеля. Если бы он был пассивным, да, пассивным чисто, где вот четкие понятные доли, там, того и того и того, то тогда бы я бы, наверное, там, по мере того, как куда-то какой-то актив ушел очень сильно, допустим, рынок акций, я бы там, не знаю, раз в квартал, раз в полгода, скорее всего, корректировал бы. А здесь я, скажем так, живой, корректировка. То есть не нравится актив, дорогой, я продаю его. Но вот прямо портфель вот так вот целиком перетряхивать нет. Потому что там не забывайте, как только начинаешь продавать отдельно акцию, у тебя возникают налоговые обязательства, да, то есть у тебя больше там прибыли, особенно рынки видели, как росли последние годы, я сейчас продам «Газпром», у меня там налог будет такого размера, что на этот налог я могу всей семьей поехать куда-нибудь в Австралию отдохнуть. И у меня сразу возникает вопрос, а стоит ли продавать «Газпром»? Вот, и, да, отдавать государству мою поездку в Австралию, всей семьей там на две недели отдохнуть или нет. Поэтому здесь так, тут очень не все так, знаете, в книжках, когда ты читаешь, там, нужно сбалансировать портфель. Супер. А когда ты доходишь до реальности, у тебя 80 акций, да, и каждое отобрано ручное, тут ты очень задумываешься, что продавать, а можешь вообще не надо ничего продавать, просто кэш дикидывай, 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 дикидывай и балансируй кэшем все это. Откладывай поездку в Австралию на неограниченный срок. Слушай, а ты льготами трехгодичными пользуешься на удержание бумаг? Ну, конечно. А, кстати, да. Ну, «Газпром», не знаю, три года у меня же прошел или нет. Подожди. Да, кстати, не забывайте, я же не покупаю, там, знаете, все сразу в один момент, там, я бывает, ну-ка, набираю позицию год, полтора, два, то есть, какая-то часть, наверное, уже точно ушла в три года льгота, но какая-то нет. И там льготы же тоже ограничены, там же не на всю сумму. Там, почему-то, несколько миллионов ты можешь, как бы, вытащить, но, а больше? Вот так вот. Прием, прием. Sorry, я микрофон случайно выключил. Так, за какой сумму можно начинать покупать еврооблигации с 1000 долларов на рынке Московской биржи торгуются бумаги, причем там 15-20 ликвидных выпусков, вполне себе, есть там хороших торгуемых, поэтому вот 1000 долларов, я бы так сказал. Mail.ru, акция роста, знак вопроса, почему при хороших отчетах постоянно падает? Причем с анонимного аккаунта человека. На самом деле, там отчеты были, ну, не такие уж хорошие, если честно. Там у них очень большие расходы сейчас Mail.ru огромные, да, которые снижают их рентабельность, но у них рентабельность снижается, и маржинальность падает, прибыль падает, все падает, им приходится сейчас в связке со Сбером идти активно инвестировать, плюс, ну, и сейчас там же гонка идет, да, чтобы понимать, что Сбер, да, Сбер плюс Mail, ну, сейчас уже в Вике, плюс Яндекс, плюс Озон, они сейчас там дерутся не на жизнь, а на смерть. Они все денежные потоки, все пытаются пустить, ну, выиграть эту гонку, какие-то крысиные бега вот эти. И, соответственно, Mail там один из самых слабых, на самом деле. Ему он как бы не хватает денежного потока, он сейчас занимал деньги, если помните, он недавно буквально несколько, там, месяц назад он занимал деньги на рынке, то есть у компании долг образовался. Яндекс полностью в кэше, то есть у него кэша там несколько миллиардов сидит, денег не надо ему. Mail занимал денег, и у Mail уже начинает расти угрожающий долг. Поэтому народ смотрит на Mail, такой думает, ничего себе, долг растет. Вот у IT-компаний долг растет. Как такое вообще возможно, да? Поэтому, конечно, немножко народ испугается Mail'ы. Вот и все. Поэтому там ничего такого сильно прям хорошего нет в моменте. Ну, я бы, наверное, сказал про момент, да. Во-первых, Сбер в моменте. Капитала Mail'а, туда вышел бы Спромбанк. Вот. Это так, из последних новостей официальных. И в целом… Не, у них же совместные проекты же есть, у них же совместные проекты. Нет, совместные проекты остались. Я имею в виду, что с точки зрения, раньше еще Сбербанк владел достаточно крупным пакетом акций Mail'а, 17%. Сейчас эта доля перешла в Спромбанку. Мы, собственно, выкупили ее. И в целом, ну, Mail'а такой неоднозначный актив, потому что по совокупности частей в него входящих, он стоит больше, чем рыночная его капитализация. Поэтому, если предположить, что все-таки эти совместные предприятия, согласно прогнозу, выйдут в операционную хотя бы без убыточности и перестанут давить, то в целом идея на лонг-торм выглядит не самый плохой. Но это так. Моё мнение. Не самый плохой. Не самый плохой сейчас. Тем более цена, что так хорошо подсела. Я бы присмотрелся так чуть-чуть, бы тоже брал. Но в моменте, почему народ мне не нравится, вот я и объяснил причину. Так, с чего стоит начинать новичку с маленькой суммой денег? Ну, я думаю, что тоже мы сегодня затрагивали этот вопрос, да? С обучения. Я говорю, книжку купите хорошую. И курсик хороший пройдите у Андрея Иванина. Учитывая стоимость курсов у Андрея Иванина, в принципе, ну вот и все. Да что вы, что вы, ну что вы. Это шутка. Как «Газпромнефть» и «Лукойл» посмотрят на перспективе в один год? Объясняю. Это цикличные компании. Начнём давайте с этого. Цикличные компании предсказывать невозможно. Вот просто слово «вообще», «совершенно». Это первое. С другой стороны, фундаментально эти компании прекрасные. То есть мы берём теперь цикличность из них. То у «Газпромнефти» это одна сейчас из немногих российских компаний нефтяных, у которых будет расти в ближайшие годы добыча. Потому что у «Лукойла» стагнирующая, падающая, там «Татнефть» тоже там стагнирующая, падающая. А вот у «Газпромнефти» планы по наращиванию добычи. И это, по-моему, из растущих сейчас там у «Новатэка» там будет и только у «Газпромнефти». Поэтому «Газпромнефть» мне очень нравится. «Лукойл» он хорош, как дивидендная корова, вот скажем так. Как понять, цикличная компания или нет? И что ты вкладываешь в цикличность? Цикличные компании, которые, они производят какой-либо продукт, как правило, это коммодитис, то есть товарный, это там нефть, это металлы, да, это удобрения, а цены на которые регулируют внешние рынки. Да, то есть не сам производитель регулирует цену, да, там какой-то монополист, допустим, а внешние рынки регулируют их цены. Это первое. Второе, которые завязаны на экономические циклы в том числе. Вот, допустим, берем нецикличные компании. К примеру, компанию «Филипп Моррис», да, «Филипп Моррис», там какие-то табачников. То есть неважно сейчас у вас там цена на нефть 100 или 20, вы все равно курите. Неважно сейчас там рынок, допустим, экономика растет темпами в 3% или 5%, вы все равно курите, или рынок падает, или как вот у нас был, да, в пандемии, рынки упали, нефть упала, металл упали в моменте, все упало. Курить как курили, так курят на самом деле. Или там «Кока-Колу» как там пили, может чуть меньше стали пить, потому что пандемия была. Но в целом, когда рейс такой падает, там особо сильно не снижается потребление этого товара. Это вот нецикличные компании. И к цикличным, говорю, относятся, как правило, это индустриальные компании, цикличные. Ну, не все, но большинство цикличных. Формодили меньше покупают. Строительные компании. То есть как только начинается экономический, так называемый, downturn, да, то есть падение экономических показателей, эти компании первые складываются. То есть это какая-то компания, производящая товары длительного пользования. То есть люди там в этот момент, когда экономическая ситуация плохая, они не бегут покупать себе холодильник новый. Они говорят, подожду годик-другой, пока там не наладится экономика, и там я не найду себе новую работу. То есть это товары длительного пользования. Автомобили, холодильники, там, не знаю, дорогие. Ну, все, что длить там 5-10 лет работы. И, конечно, главные для нас здесь это сырьевики, которые что-то выкапывают с земли. Вот. Это цикличный. Понял. Так. Ну, как? Я догадывался. Давай дальше по вопросам. Ну, вот про топ-5 компаний. Опять же, Виталий, для увеличения капитала он уточнил твой вопрос. Помнишь топ-5 компаний для увеличения капитала и последующего реинвестирования? Ну, мне кажется, что все-таки, да, это немножко разные вещи, наверное, через слэш, я так понимаю, что есть компании роста, да, которые там рассчитывают на то, что они там дивидендов заплатят много-много, не приходится, они все инвестируют в собственный бизнес. Поэтому там оценка самого бизнеса растет. И, как следствие, его акции. Есть компании, которые уже достигли какого-то, наверное, плата, да, или растут не так агрессивно, но при этом активно платят дивиденды своим акционерам. Вот тут это, как бы, я бы все-таки разделил, наверное, так, чтобы и растло, и дивиденды платило. Ну, такие примеры, конечно, есть, но они достаточно редки. Такие примеры есть в России, на самом деле, да, они действительно редки, но в России, может быть, там, не знаю, в Бразилии, где-нибудь в ЮАР, они-то тоже есть, но на развитых рынках такого, как правило, не существует. То есть там либо, там дивиденды они могут платить, но очень маленькие, потому что мультипликаторы очень высокие, типа ПЕ-30, и там уже дивиденды становятся меньше процента. Если возьмем там топ-5, ну, не знаю, допустим, мне очень нравится. Говорю, в России, на самом деле, сейчас, где мы сейчас находимся с вами, все меньше и меньше возможностей для таких компаний. Но давайте Сегежа, да, первое. Возьмем несколько, допустим, Детский мир, да, который могут дальше расти и развиваться. Санкт-Петербургская биржа, да, уже три мы набрали с вами из России. Кто еще из нецикли... Я опять же говорю, нецикличные компании, потому что цикличные, они могут расти, но мы не знаем, там, Новотек, например, да, вот, четыре уже набрали. Кто еще, кто еще, кто еще? Что-то так разных секторов понакидать. А мало, мало у нас таких становится. Мало, все меньше и меньше. Дайте просто, что ты глазами, я так пытаюсь из памяти достать. Я сейчас просто открою российский список акций, которые есть. Но ты из нефти сказал... Сбербанк. Сбербанк, кстати, да. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Ему, конечно, тяжело будет такую выручку, которую у него от банковского сектора перебивать там новыми технологиями, но в целом они могут, да, лет через пять это сделать. Возможно, вот если мы берем горизонт чуть побольше, допустим, лет на пять возьмем, да, они там не ближайшие года два-три, потому что я там детский мир два-три года назвал, это и сегежа, они там могут уже быть. Возьмем, допустим, правда цикличное, но вот если мы говорим про поле золота, он через двадцать пятому году должен активно разрабатывать новое месторождение Сухой Лог. Вот там прямо будет хороший объем увеличения у них добычи, и там, ну, может, там двадцать седьмой год, они прямо могут удвоиться легко, даже без удвоения самой стоимости золота. Но это, опять же, циклично, здесь так вот он может туда-сюда ходить очень сильно. Ну, Тиньков уже немножко поздновато, наверное, уже Тиньков, он хоть и будет расти, скорее всего, но уже как бы надо дождаться хорошей коррекции. Не знаю, откроется ли стоимость у АФК-системы, потому что тем более сейчас АФК-система может, у них сейчас хорошо очень припали, у них, если у них бы хорошее IPO, их компании, которые еще не вышли на IPO, у них, конечно, может быть переоценка тоже серьезная. Русагра еще может подрасти где-нибудь, я вижу, что там справедливо может легко быть полторы тысячи на полторы тысячи, может быть, у Русагра. Хорошо идут. Мать и дитя у них тоже хорошая инвест-программа на следующие годы. Не знаю, пойдет она к новым максимуму через коррекцию или прямо отсюда пойдут, но вот у них там, если мы говорим 3-5 лет, то у них есть все шансы отсюда хорошенько еще вверх сходить. Ну, трудно говорить, сколько там, 50-100 процентов, я думаю, у них можно закладывать легко в рост. Ну, если мы говорим там Яндексы, Мейлы, Headhunter'ы, Озоны и так далее, то вот здесь у него, то они все растущие. Вопрос, просто они дороговаты достаточно все, что Яндекс, что, ну, Мейл, Мейл, наверное, Мейлтер это в Икей, он, наверное, самый дешевый из них всех. Вот. Вот так вот, наверное, сходу, если. Да, чуть просит, я просто не зря Сбер упомянул, вот в следующем вопросе он был. Что думаешь в перспективе там 3-5 лет по нему? Опять же, если мы уберем в вакууме, да, то есть мы уберем, Сбер возьмем в вакууме без внешних каких-то там типа санкций, да, против российского банковского сектора, каких-то геополитических там игрищ и так далее, то Сбер, конечно, в шикаре. То есть, надеюсь, Герман Оскарич не уйдет, потому что он является основным драйвером, да, то есть вы должны понимать, что если Герман Оскарич решит на пенсию уйти, то есть вероятность, что вот этот темп, который был задан, да, этот переход из банка, то есть, по сути, что перед нами пытаются из банка сделать Амазон, да, то есть это впервые в истории, наверное, человечества такое пытаются они соорудить. Вы как-нибудь видели, что банк телевидение предлагал, там, телефонию, да, что банк, ну, сейчас уже у нас в России там Тинькофф предлагает подобное, но что банк там, не знаю, такси был, да, то есть владельцем такси и так далее. То есть, это да, уникальная трансформация, просто Герман Оскаричу, видимо, стало скучно просто банком заниматься, но это на самом деле такая деятельность еще, очень скучная, поэтому в целом все очень классно, говорю, в вакууме, если рассматривать Сбер, то я думаю, если Герман Оскарич останется на своем посту, то к 2025 году, конечно, Сбер будет легко в 2х, а то и 3х, кстати, куча цены. Я тут опять поспорю, что скучно заниматься банковским делом. А что там веселого-то вообще? Ну, не знаю. Ну, хотя, с другой стороны, я, наверное, не то, чтобы чисто банковским делом занимаюсь, скорее инвестиции, инвестиции действительно интересны. Конечно. Вот. Так, ну и давай вот я на десерт один вопрос оставлю. Так, быстренько давайте заканчивать, потому что мы перелимитили 5 минут, и мы закругляемся. Я просто вижу, что народ оттекает не так активно, то есть 200 человек у нас продолжают слушать, поэтому из уважения к нашим слушателям мы все-таки все вопросы зададим. Так, AT&T. Есть ли перспективы сохранения дивидендов на текущем уровне? Что думаешь по поводу их сделки? И они все время в какой-то дискавери, ожидания? Да-да-да, все верно. Срежут, ну, дивиденды срежут два раза где-то примерно. То есть они очень, они молчат, но там по косвенным признакам, их там полунамеков, скорее всего, ровно в два раза срежут. Доходность будет к текущей цене где-то чуть выше 4%. Ну, это тоже неплохо, мне кажется. Ну, это неплохо, просто, скорее всего, в моменте будет падение еще акций дальше. Хотя, может быть, знаешь, уже к тому моменту загонить ее так вниз, что, может, на борт, вверх отпрыгнет. Это посмотрим. Но ждите, да, в два раза срежут. Так, слушай, в рамках этого эфира я всегда напомню, что ничего из этого не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. И как бы все решения – это просто идеи для того, чтобы подумать об этом и принять решение на основании ваших внутренних условий и ощущений. И поэтому… Конечно, мы тут ошибемся, как легко мы тут все ошибаемся. Мы просто люди болтаем у костра на тему. Да, о рынке. Так. Ну, вот запуск второй нитки северного потока. Будет ли влиять на цену «Газпрома»? Ну, соответственно, если это произойдет с учетом текущих цен на газ, конечно, как бы можно ожидать там и рост выручки, и, в принципе, бизнес, скорее всего, сильно улучшится. Даже по сравнению с текущими хорошими. А нет, а что даст запуск этой второй ветки? Он ничего не даст. То есть объемы, на самом деле, нет. То есть прокачка через Украину, которая сейчас идет, по сути, просто она переместится в «Северный поток-2». Ничего лучше не будет у них. Объемы те же самые. То есть у них просто появится возможность в будущем больше. У них просто нет сырьевой базы, чтобы столько прокачивать и в Европу. Да и Европе столько не нужно, вы должны понимать это. На самом деле, постройка этого потока, она уменьшает риски того, что там Украина что-нибудь начнет перерезать. Вот и все. Но, с другой стороны, если говорить именно про цены на акции, то есть это все равно значимый фактор, когда у тебя геополитических рисков становится ниже, ты поставил твоего сырья. Так и тебе еще дешевле. Тебе не надо платить транзитную пошлину. Ты гонишь газ по своей трубе, и это дешевле тебе обходится, конечно. Правда, надо отбивать проект, когда ты вложился. Но в целом, да, себестоимость упадет. В этом смысле кажется, что повлияет положительно. Положительно, да. Софтлайн не смотрел? А что, последний отчет? Ну, вообще, в целом, как компанию и перспективу. А, как компания, она нам не очень нравится. Потому что она под личиной типа IT, на самом деле является просто супермаркетом софта и все. Ну, и там каких-то решений. Поэтому, а при этом, коммультипликаторы, как у IT-компании. А маржинальность, как у самого худшего ритейлера в секторе. Это очень такая гибридная компания. Поэтому мы вне нее. Ну, я бы тут, как бы, немножко тоже свои пять копеек вставил. У меня, ну, как бы, понятно, что сколько людей, столько и мнений. У меня в этом смысле, как бы, большая ставка. Все-таки, когда ты как ритейлер продаешь, да, там, какой-то товар, у тебя нет дополнительной маржины его обслуживать. Обслуживать, да, когда софтлайн реализует даже, там, проекты условных продуктов Microsoft, они очень много зарабатывают, там, на интеграции, на последующем консалтинге. То есть, у них два бизнеса, по большому счету, действительно, дистрибуция программных решений. А с другой стороны, это дополнительный заработок на IT-консалтинге. И вот эта часть, она как раз, как бы, и дает этот, на мой взгляд, мультиплайн. Но тут, как бы, каждый сам решает для себя. Ну, да, свое мнение сказал. Мы так ее повертели с разных сторон и поняли, что мы в нее инвестировать не хотим по текущим ценам. Ну, и, так, тут нам пишут, что у нас доходность некорректно считается по облигациям. Нет, кстати, надо, надо посмотреть. Да, я думаю, что мы в эти, в нашу поддержку отправим этот скриншот и посмотрим, что там с доходностью цен на облигации происходит у нас в приложении. Спасибо большое, Юрий. И вопрос на десерт. Как обычно, знаешь, любой хороший эфир, он заканчивается чем? Правильно, вопрос про Теслу и электромобили. Это классика. Вопрос, как ты относишься к акциям Теслы, как к рынку электрокара в целом и к конкурентам Теслы? Покупаешь ли ты что-то из этого? Так, через индекс S&P 500, конечно, покупаю. Я вынужден покупать Теслу через индекс S&P 500. Но если говорить так серьезно, то я отчеты Теслы разбираю каждый квартал уже, не знаю, года полтора-два точно. То есть я очень пристально слежу именно за фундаментальными показателями компаний. И они, ну как бы фундаментально, мне нравится компания. То есть у них сейчас очень хорошо идет. Они прямо действительно превосходят в эффективности любую другую компанию, которую я смотрю. Там GM, Ford и так далее. Там европейцев каких-нибудь. Там BMW, Audi, Volkswagen, прошу прощения, Daimler и так далее. То есть фундаментально молодец. То есть это круто. Это реально крутая компания. С точки зрения стоимости, конечно, это какой-то космос. То есть бешеный космос. Слушай, не может одна компания в триллионы капитализации стоить, как все остальные компании мира. Что является абсолютным бредом. С точки зрения такой логики. Но инвесторам нравится. Пусть радуется жизни. Пусть на этом зарабатывают деньги. Смотрите, Elon Musk делает классные машины. Инвесторы, которые инвестируют в Теслу, зарабатывают кучу денег. Главное, что в конце кто-то должен будет за банкет заплатить в любом случае. Когда-нибудь. Когда-нибудь кто-нибудь заплатит за этот весь банкет. Потому что нельзя зарастить, наверное, вечно. Хотя всякое может быть. Ну и касаемо автомобилей на электротяге. Знаете, вот я сейчас недавно читал книгу про Альфреда Слоуна. Про GM. Как он пришел в этот. Как он стал руководителем. Стал известным. И там в том числе описывается, что очень много автомарок было в тот момент. Там GM чуть не стал кладбищем автомобилей на тот момент. Они скупали. То есть было очень много марок автомобилей. То есть тогда был бум. То есть помните, начало века. Там Ford, там GM. Там много всяких Бьюиков было. Таких марок автомобилей, которые вы сейчас уже даже не знаете. Все хотели производить автомобили. Но в итоге, по сути, в Америке остался там Chevrolet. Прошел Chrysler остался. Остался GM. Остался Ford. То есть три такие основные марки. А все остальные умерли. То же самое сейчас происходит. Сейчас я прямо вижу этот бешеный хайп. То есть любой стартап, который говорит, что у него автомобиль теперь только на электротяге. Они сразу начинают оцениваться. Вот недавно, да. Там Lucid вышел. Еще кто там. Имена. Стараюсь. Не смотрите, но там, сейчас секундочку, я прямо открою свой список автомобилей. Да, Rivian вышел. Там Никола, который недавно тоже хотели быть на водороде. И грузовики сейчас его обвинили в мошенничестве. То есть здесь будет много хайпа, будет много поломанокопий. Кто-то денег заработает, потеряет. Но единственное, знаете, вот Кэти Вуд. Вы слышали про такое? Она как раз в Теслу инвестировала. Я на канале недавно с ней интервью выпускал. Ну, не я интервью. Там Стин делал интервью с ней. Она сказала следующую вещь. Вот буквально недавно в Wall Street Journal, по-моему, что почему компании типа Теслы, Rivian, там Lucid, почему они оценены так дорого? А почему Ford и GM, да, при том, что они производят автомобили больше и там зарабатывают прибыль, в отличие от своих конкурентов, оценены так дешево? Типа, она сказала, у них нету ДНК. Вот этого ДНК, как правильно сказать, ДНК строительства новых, новые покупения автомобилей по электротяге. GM и Ford это забюрократизированные старые, как бы, старики, которые, скорее всего, ну, он не сказал, а подохнут, да? Но я думаю, там подразумевалось, что они так и останутся на обочине. Вот и все. То есть нету ДНК у них правильных. Вот и все. Вот, поэтому надо быть аккуратным. Я в это не инвестирую, но смотрю с удовольствием со стороны. Дим, спасибо большое. Будем, наверное, завершать. Напоследок порекомендую книжки для начинающих инвесторов. Ну, одну книгу я вам уже порекомендовал. Да, наверное, она немножко толстоватая, но она интересно читается после 50-й страницы. Надо на 50-й дорваться, потом читать. Тони Робинс называется, ну, автор такой, его не очень любят в России после его недавних выступлений. И там у него в Лужниках, по-моему, выступал. Но книга мне очень понравилась. И всем, кому рекомендовал, большинству тоже нравилась. Негативных отзывов практически не было. Потом я всегда говорю, опять же, начинающим, для начинающих Тони Робинс плюс самый богатый человек в Вавилоне. Это прямо начало такое, да. Для тех, кто чуть постарше, нужно почитать что-то про отчетности, как их читать. Есть, у меня прямо из головы вылетают авторы, авторы про отчетность. Надо набрать, может, там, не знаю, Андрей поможет. Он там в этом, в книгах лучше, наверное, разбирается, как читать отчетность. То есть надо что-то научиться уже не просто понимать, что надо инвестировать, а нужно уже прямо приобретать навыки, да, то есть чтение этих отчетов. Возможно, тут уже не книги помогут, к сожалению, а реально какие-то курсы практиков. То есть надо найти людей, которые будут вам прямо вот показывать, как смотреть эту отчетность, да, то есть куда смотреть конкретно, что оттуда брать и так далее. Здесь нужно уже работать с практической частью. Наверное, не надо читать книгу, как там, самую известную книгу, настольную книгу любого инвестора. Я бы не рекомендовал читать Грэма. Грэма вообще надо читать не надо. Мое мнение личное. Там вот уже все. Это уже все. Это уже прошлый век. Ничего практически из того, что там написано, в современности, на мой взгляд, не работает. Ну, вот посмотрите на Люсид, посмотрите на EGM, да, то есть он бы Люсид точно не купил. Вот. А они делают деньги на этом. И он достаточно уже пишет скучно. То есть автор для той эпохи. Его можно почитать чисто как музейный экспонат. Знаете, мы в музей ходим, вот можно его читать как музей. Это, опять же, мое мнение. Вот. Вот так вот. А, да-да-да, забыл. Последнюю, простите. Вот что точно надо почитать. Две книги, вот прямо из головы сейчас. Это даже две книги Питера Линча. У него есть книги Питера Линча. «Перегирать Уолл-стрит» одна называется. И другая из головы вылетела. Короче, две книги у него есть. И еще книга. Ой. Нет, вечер, видите, у меня уже мозг плохо работает. Не вспомню. Не вспомню. Вот еще одна из шикарных книг. Но это уже для профилов, когда вы уже хотя бы годик-другой поработаете. Ну, что ж такое. Видите, вы бы заранее сказали, я подготовил бы список. Ну, давайте Питера Линча пока остановимся. Хорошо. Это будет... Это то, с чего мы начнем в следующий раз, когда позовем тебя через какое-то время. И еще раз спросим про литературу. Дим, спасибо тебе огромное. Мне кажется, было очень интересно. Это такой был очень концентрированный, насыщенный как бы инвестиционными идеями и подходами эфир. Я, в свою очередь, всех призываю слушателей найти Диму в интернете. Это несложно. Собственно, вы можете... Дима, есть канал на YouTube. WallStreetPro называется. Есть аналогичный канал в Telegram. Если вам эти идеи близки, если вы разделяете такой подход, обязательно подписывайтесь. Напоминаю, что стоит также подписаться и на наш скромный Telegram-канал, где мы выкладываем много информации по фондовому рынку. И плюс все наши подкасты в записи доступны. Также можете переслушать. Потом, спустя какое-то время, мне кажется, такие эфиры, их имеет смысл переслушивать. И спустя какое-то время смотреть, что из этого имело место быть. И так становиться лучше, развиваться на рынке. Всем этого желаю. Дим, спасибо огромное, что пришел. Я думаю, что мы тебя приглашаем. Все, будем на связи. Уважаемые слушатели, спасибо всем 173 человекам, кто выдержал полуторачасовой эфир. Всего вам доброго, хорошего вечера. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok